С самого утра мы договаривали, что сегодня мне будет день блятства Он выпил что так быстро уже накалядовалась будчи где-то намутил уже в меню сутри давай кушать я думаю это подкормка продолжается так немножко картошки они пытались сделать что они типа за нас но на такие типа сквозь зубы да как же это божественно начинается подсчет бабла мы погуляли буквально при около часа было уже куча приключений в макдональдсе на ярмарке и надавали денег всем понемногу посмотрим что здесь так давайте кто-то руки и так есть 20 30 40 я ставлю 50 50 50 50 50 50 50 80 90 100 100 100 гривен 100 гривен ребята уже есть 110 на 10 121 гривна и что вы думаете ребята в общем мы потратили ровно 100 гривен у нас осталось еще двадцатка и на сотку мы купили два кило картошки майонез кетчуп чай капусту хлеб и воду не знаю много это или мало правильно мы сделали но мы чтобы видели то и покупали поэтому будем сейчас я думаю готовить чуть попозже у нас было сто двадцать одна гривна и осталось всего лишь двадцаточка и вот смотрите сколько добра два кило картошки батон нарезок вода кетчуп майонез чай квашеная капуста 300 грамм на это ушло 9 гривен и кирюша дамский угодник нас выманил женщины без зубой мандаринку короче ребята как я и говорил в самом начале сегодняшнего дня к нам присоединиться еще дима верховецкий он решил одну ночь провести тоже в хост заходите вот кирилл палыч как дела то хелена дима я сейчас расскажу мой короче за сегодня наколедовали 150 гривен бабульки нас на ярмарке поили водкой кормили грибами и блять меня бабулька за ухо начала лизать потом мы пошли в макдональдс да в макдональдс и нас еще накормили короче мы за сегодня за 50 минут пожрали и и 150 гривен заработали прикольно вот так вот я когда приехал в киев мы ходили в здравой кобылы пуза тупали и доедали еду за другими но мы вот сюда тоже думали это делать но как-то сегодня слишком людный день короче я взял на тар съездил типа взял помидоров типа малосольных давайте вот но и все ребята просто посмотрите на вот это ее блять тяжело даже одной рукой держать это именно просто на мужиков таких знаете с бычей шеи огромных вот это как раз блять мне кажется что мы завтра вообще не проснемся я думаю так ребята это сам большая бутылка водки которую я когда-либо видел и если мы сегодня выпьем эту бутылку водки мне кажется что из меня полезут все демоны просто наружу и всем пизда будет я уже первый демон я очень не хочу демон разврата наверное потом я знаю люцифера ну люцифер он такой до приходящий есть кто-то дальше не это последний его и так нелегко вызвать мне просто рассказывали про люцифера я пока не увидел его сон ну что ты ее павлович давай по традиции набиваешь ты это как вам паладина какая-то знаете как в сказке сегодня наш шеф-повар паша да надо короче на троечку наверно ставить паша ты дома готовишь я когда-то готовил сосиски сосиски готовил для ролика типа про фильм типа про создание фринварду когда мы снимали я тогда готовил и когда я жил на дмитрийской кстати кирюша она наша очень крутая на этой хате я готовил у меня была мультиварка она до сих пор есть я готовил себе и макароны и шо угодно мы бургеры даже готовил соус в ней готовил делал вечеринки где готовил лично бургеры сам по фирменным рецептам от бабушки так дима я тебе что скажу может надо ты что-то говорил выкупить эту хату надо или дом так нам короче живет один бомж типа я думал ему сломать ноги короче и выкинуть его в лес да куда-то ну или прийти сказать чувак ты будешь здесь не живешь типа короче ребята паша сварганил картошечку и у нас именно короче просто классический набор водка картошечка запивон капусточка соленья просто идеально я думаю что сегодняшний день закончится неплохо когда последний раз картошечку у нас получилось поляна не хуже чем у некоторых людей на новый год я вам так скажу я дома столько не ем честно ребята когда я живу дома я не готовлю у меня нет еды вообще на новый год вообще там офигел я это еще не ел где-то до числа пятого все что мы стри какой у нас не стол столище поляна поляна какая огромная у нас уже первый день вполне удался я доволен но мне кажется что он еще не закончен у нас еще вот тут два литра спят усталые игрушки книжки спят ребята всем доброе утро у нас день номер два в нашем хостеле мы гоняем чаи и сегодня мы хотим устроить день блядство не знаю получится это или нет но было бы неплохо кирюша говоришь что сегодня день блядство у нас если это тематический день это да никак не отвертится это юля да блядь андрей когда ты с юлей уже поговоришь ну я понял второй день начался в хостеле но вернее начался уже мы вышли на улицу и блядь андрей тупо не разрешать никому есть андрей что ты есть не разрешаешь никому потому что мы должно быть все по правилам все по-честному так а чем тебе не честно что мы пойдем на поедем не разрешает что ты не разрешаешь нам поесть все просто хочу реально похавать по-людски не работает тот не ест а мы сейчас пойдем заработаем и пожрем это каким образом мы уже каким-то мы уже клянчили вчера и так мы сейчас куда-то зайдем и пожрем паша очень недоволен я тоже о по рэпичка подорожала да короче андрей именно настроен серьезно он не нарушает правила на и не выдержала потому что здоровье важнее андрей хавает бутик который выдал подписчик а я скромно перекусываю и паша тоже у андрея очень сильно испортилось настроение из-за того что мы с пашей поели а он принципиально отказывается от всех благ которые типа даже минимальных и теперь андрей без настроения самого утра мы договаривались что сегодня будет день блядство ты помнишь об этом андрей просто посмотрите на это золото черное золото бананы просто и мы сейчас едем ночевать не в хостел а просто именно на вписку ну я думаю да такие дела ребята день блядство как и плане и мы просто хереной лакшери сауне ребята наколедовали очень много денег вы перейдете по ссылкам и поймете что к чему и вы просто ахидеете тут именно просто трэш трёшь я посмотрю у тебя на айфоне Женя, ты тут? Мы допили пиво У нас осталось по пол бутылки пива у всех и мы решили на скорость его выпить кто быстрее А давайте придумаем, кто проиграл тот что делает? Тот выпивает еще одну бутылку пива Та это бонус Это же хорошо Я не хочу пить пиво на самом деле Какое-то наказание должно быть Давайте загадываем ему желание А что ты сомневаешься в себе? Четкое определение Кто проигрывает тот что делает? Стоп я придумал Тот кто проигрывает тот целый вечер до конца вечера сидит просто в трусах Без ничего просто в трусах Мы все тусуемся сидим и он будет просто в трусах Для контента Да дело в том что холодно в трусах сидеть Да не холодно Да ну такое типа Да ты как будто проиграл Просто дело в том что мне вообще халиво не лезет Я как-то Да Так что давайте ну кто насчет три считает там или что Давайте я Готовы? Ну Один два три Бумчик Ну да Одинаково? Ух У меня аж сердце начало биться пизда Я не мог просто понимать что Я никогда так еще не пил Как пили американцы пиво? Они берут железные бутылки Откусывают дырочку Открывают внутрешлампочку И так типа знаешь Типа воздух выступает сверху И оно выливается Пиздец А в этой У меня просто вода застряла Из-за герметики В бутылке И я не могу Паша раздевайся Ну да Паша получается что ты проиграл Давай А что ну и снимать? Да Ну в трусах Ну в трусах же А если у меня паштайники Ну да придется снять их Что за девочка? Да там какая-то Ну актер и масло Ааа Понял Понял Ну все Ребята Это просто пизда После музыкального вечера И шоу с огнетушителем Просто Паша взломал холодильник А лучше давай фанту Фанту пару Да Берите шоу мало чрез Давай фанту А мне фанту